МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, действительно, правительство Забайкальского края подписало с китайской компанией протокол намерений о передаче в аренду 115 тысяч гектаров залежных земель и пастбищных угодий. Где-то? Это в Нерчинско-Заводском районе, это даже вот в Улетовском районе, в Сретенском, Шилкинском районе и в Агинском, Бурятском округе. Дело в том, что не совсем простой вопрос, может быть, даже сложный, трудный вопрос о сдаче в аренду такой огромной территории наших земель. Да, действительно, вы правы. Фракция КПРФ в Законодательном собрании Забайкальского края не приветствует и не поддерживает, даже категорически с протестом выступает. Фракция запросила у правительства Забайкальского края именно официально пакет документов. С какой целью? Ну, для того, чтобы провести экспертизу, чтобы оценить. Дело в том, что намерение – это еще не окончательное решение. Это не окончательное решение. Да, не окончательное решение. В том числе, если взять пример с китайской стороной, то у нас же сколько подписано протоколов намерений и даже конкретных договоров уже. Ну, а сколько бы ярких, вот такой эффективных, сильных бы примеров, как китайский капитал работает на благо и Китая, и на благо нашего Забайкальского края, привести раз-два и обчелся невозможно. Ну, есть ли такие примеры? Ну, вот, к примеру, в Могочинском районе ЦПК Полярное, да. По сути дела, проект реализуется уже 10 лет. Больше 10 лет, действительно. Дело в том, что конечная цель – это производство небелёной целлюлозы, в первую очередь 200 тысяч тонн, и в вторую очередь еще 200 тысяч, то есть 400 тысяч тонн. Увы, пока проект как бы требует завершения. Остается проектом. Хотя китайская сторона на наших площадях заготавливает круглую древесину и, естественно, куда отправляет? В Сибирь, в Китай, на родину отправляет и так далее. Сергей Васильевич, вот все-таки кто инициатор этой идеи? Вот этого масштабного проекта по освоению сельхозземель китайскими инвесторами, кто инициатор? Федеральный центр, либо это все-таки правительство Забайкальского края? Либо правительство Забайкальского края поддерживает идею федерального центра? Кто это придумал? Идея эта не нова. Это не вот сиюминутно то, что сейчас родилось, подписали протокол намерений. Еще несколько лет тому назад эта идея как бы уже начинала как бы воплощаться в нашем Забайкальском крае. А чья эта идея? Кто это придумал? Москва? Это идея все-таки китайской стороны. А мы ее поддерживаем? А правительство Забайкальского края, видя то, что у нас происходит на землях сельхозназначение, вот так, как бы реально приветствует и поддержит. Вот почему в конечном итоге срослась идея подписать именно вот такой протокол намерений и так далее. Какое участие в этом принимает федеральный центр? Федеральный центр, я думаю, что знает, что происходит на землях Забайкальского края. Значит, вот так. Поэтому прямого вмешательства федерального центра нет, по нашей вот оценке. Но, тем не менее, федеральный центр как-то, значит, негласно санкционирует. Санкционирует и дает как бы добро на осуществление вот этих намерений по сдаче в аренду именно земель сельхозназначения. Такие примеры ведь уже в России есть. Смотрите, Дальний Восток. К примеру, та же еврейская автономная. Вот глава еврейской автономной области заявляет о том, что 80% сельскохозяйственных земель области контролируется китайскими сельхозпредприятиями. Где-то гласно, где-то негласно, где-то официально, где-то неофициально, но 80%. То есть и наши соседи уже, собственно, очень плотно работают с Китаем. Вот я как раз об этом веду. Почему пример такой? Действительно, китайские компании на землях еврейской автономной области настолько мощно внедрились, насколько до нас верно, не доходит информация или неверно, надо проверять. Я могу сегодня ошибиться, что даже там не просто аренда земли, а там якобы значительная часть площадей, в том числе земель с выходственного значения, в собственность китайским компаниям перешли и так далее. Не ждет ли нас такая судьба? Я думаю, что нельзя этого допускать. Нельзя. Как-то далеко. Собственность нельзя отторгать. Нельзя. Потому что границы нашей России должны быть неприкосновенны. Собственность не должна бы в полной мере создаваться таковая, которая бы привела даже к колониальным процессам, которые могли бы возникнуть. Это недопустимо. Это нельзя делать и так далее. Как далеко вы и Коммунистическая партия готовы зайти, чтобы не допустить такого развития событий? Мы готовы в том, чтобы в собственность ни одной пяди земли не передавать. Поднять широкие массы населения нашего Забайкальского края. Выступить мощнейшим протестом. Мы должны населению, особенно сельскому населению, донести и рассказать всю пагубность вот этих процессов, которые могут наступить. Хорошо. Спасибо большое. Я думаю, что на этой ноте мы и закончим. Сегодня в программе «Несогласованный вопрос» был Сергей Сутурин, депутат Законодательного собрания Забайкальского края, фракция КПРФ. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова